На повестке дня внеочередного заседания городской думы только один вопрос. Изменение саратовского бюджета. Депутаты еще в прошлом году заложили в городскую казну средства на переселение граждан из ветхого и аварийного жилья. Но из-за того, что областное правительство отказалось вносить свою долю, программа оказалась под угрозой срыва. Планируемое ранее долевое финансирование в 2015 году за счет средств областного бюджета в сумме 485,7 миллиона рублей предлагается заменить предоставлением бюджетного кредита муниципальному образованию города Саратов. Это по второму этапу программы переселения. Сумма кредита, который возьмет город, почти полмиллиарда рублей. Не взять его Саратов не может, иначе расселение трущоб окажется под угрозой срыва, а это федеральная программа. Других вариантов для решения вопроса сегодня законодательство местной власти не предлагает. Пока ситуация не изменится в федеральном законодательстве, так оно и будет продолжаться. Мы так и будем каждый год продолжать брать кредиты, потому что тот бюджет, который каждый год мы утверждаем, или нам его утверждает, как удобно кому слышится, конечно же он все наши потребности не исполняет. Поэтому нам приходится кредитоваться, потому что нам денег на исполнение наших полномочий не хватает. Всего город должен купить почти полторы тысячи квартир. Но предлагаемая в рамках программы цена за квадратный метр в Саратове – одна из самых низких в стране. Да и жилья эконом-класса в городе строят немного. Поэтому сроки переселения горожан из ветхого жилья придется переносить. В этом обещает помочь область. Сроки, скорее всего, будут продлеваться. Потому что реально, если посмотреть по программе, сроки надо до 2016 года продлевать. И я так понимаю, смотрю, что там такие договоренности есть вроде в этом направлении. В итоге депутаты единогласно поддержали получение городом кредита. Несмотря на то, что дефицит бюджета уже близок к ограничению, установленному налоговым кодексом. Выбор народные избранники сделали в пользу тех, кто должен переехать из аварийного жилья в благоустроенные квартиры. Уже в ближайшее время городская администрация приступит к проведению аукционов по приобретению жилья для переселенцев. Екатерина Молчанская, Алексей Чудин, Новости, Телеобъектив.